Независимо от того, являетесь ли вы фанатом Бьенса или нет, есть одна вещь, которая отделяет эту артистку от ряда других. И нет, это не только вечная молодость, которую она получила из-за сделки с иллюминатами. Конкретно здесь, это возможность женщины делать интересный концептуальный материал, который хоть и не будет принят широкой аудитории, все равно ставит яркий след для нее и ее дискографии. Всем привет, вы на канале Духовное Лицо, и сегодня мы вместе с вами будем разбираться, в чем же секрет альбома Лимонейд, почему именно он является апофеозом творчества Бьенса. Очень многие из вас просили обзор на этот альбом, поэтому я заранее попрошу вас поставить этому видео палец вверх, подписаться на мой канал и мы начинаем. Лимонейд интересен не только тем, что был номинирован на альбом года Грэмми, проиграл альбому Адель, которая, кстати, является белзунной поклонницей Бьенсе. И даже не тем, что бывший директор ФБР Джеймс Коми рассказал, как однажды пел трек из этого альбома во время официального брифинга ФБР перед выпуском своих новых мемуаров. В первую очередь шестой альбом Бьенса интересен своей историей, которую Бьенса заложила в основу этого релиза. Конечно же шлейфом одного очень пикантного скандала, который мы тоже обсудим в рамках обзора на одну из песен. Также альбом интересен своим звучанием, которое Бьенсе подарили очень талантливые продюсеры. Лимонейд не был ее первым и единственным концептуальным альбомом. В 2013 году Бьенса уже выпускала свой одноименный студийный релиз, который получил беспрецедентный успех без промо. Всего за три дня Бьенса распродала 828 773 копии. Однако именно Лимонейд получил отдельный эксклюзивный фильм на HBO и тем самым отдельные клипы каждой композиции. Обычно Бьенса записывает свои релизы с перерывом в 2-3 года, то есть это самый максимум, но конкретно этот релиз у нее был записан всего за один год. Это мы говорим конкретно о записи, потому что если взглянуть в принципе в трек-лист и посмотреть когда проходила запись, окажется, что некоторым песням два, а то и три года. То есть они были специально добавлены в этот альбом из хранилища. Доступ к этому альбому был также доступен только на стриминге Tidal, потому что совладелец Tidal кто? Правильно, ее муж Джей-Зи. И это была отличнейшая промо, тем более, что это был супер эксклюзив и он не так быстро появился для продажи даже на iTunes. Над 12 треками альбома трудились самые разные люди, их было много. Но это не умаляет вклады певицы, потому как по заявлениям участников они были удивлены тому, как спустя столько лет Бьенса имеет такой яркий интерес и запал к внутренней кухне музыкального продакшена. Инженерией альбома занимался Стюарт Уайт, который по сей день микширует ее композиции, потому что Queen Bee доверяет только ему. В итоге данный альбом можно разделить на несколько глав, на множество эмоций, которые ей пришлось испытать. Ее муж Джей-Зи поделился, что запись была необычной, потому как ранее он присутствовал на музыкальных сессиях других альбомов, а в этот раз запись происходила отдельно, потому как некоторые треки напрямую касаются Джей-Зи. Альбом открывает нежнейшая композиция Pray You Catch Me, которая отражает чувство интуиции, она отражает чувство обманутой жены. Вы чувствуете вкус нечестности, она чувствуется в вашем дыхании. Бедный Джей-Зи даже не подозревает о том, что Бьенса уже в курсе всего, всех его грязных дел, поэтому она добавляет в трек ключевые фразы. «Я молюсь о том, чтобы поймать тебя на шепоте. Я молюсь, чтобы ты поймал меня, когда я слушаю». Она хочет, чтобы Джей-Зи сам признался ей всадеянным, но он этого не делает. В конце, конечно же, мы слышим такую фразу разочарования от Бьенса. «Что же ты делаешь, любовь моя?» Это прямое послание ее мужу, и оно зависает в воздухе после прослушивания и этого прямого вопроса. Композиция записана просто великолепно, иногда возникает ощущение, что ты где-то в католической церкви на исповеди. Он органный, бархатный, и здесь чувствуется крутейший продюсерский штрих. Далее она встречает композицию «Hold Up», которая олицетворяет чувство ревности, и оно логично продолжает чувство интуиции, которое было в треке «Pray You Catch Me». Самым ключевым моментом в повествовании является именно ролик, где Бьенса зачитывает монолог о том, что она соблюдала пост, молилась и спала на полу, медленно сходя с ума. Читает она, кстати, не свой текст, а материал писательницы Варсан Шайер под названием «Для женщин, которых сложно любить». Так как Бьенса писала социально заряженную песню, Варсан была необходима этому концепту. Эта женщина посвящает свои стихи разным уязвимым социальным группам, в основном беженцам и темнокожим людям, и сама она родом с Сомали. После монолога под водой Бьенса открывает запертые двери, позволяя воде вырваться наружу. Она идет по улице, разбивая окна автомобилей, камеры безопасности и пожарные гидранты, бейсбольной битой, повторяя слова о том, что никто не сможет полюбить Джей Зи так же, как она. Кстати, то самое желтое платье из клипа подобрано туда не случайно, не просто для стиля, не просто для яркости цвета и так далее. Конкретно здесь Бьенса играет образ такой богини Ашун, которая олицетворяет женственность и плодородие. Это заявление можно рассматривать как ответ женщины, испытавшей чудовищное предательство. Несмотря на женственный социально приемлемый образ, она размахивает битой, как мужчина, показывая свою силу и жестокость. Тем самым Бьенса дает комментарии по отношению к феминизму, ожиданиям общества и человеческим отношениям. Причем сама Бьенса смеется над общественными разговорами в этих строчках. Что хуже, выглядеть ревнивой или сумасшедшей? Ревнивой или сумасшедшей? Так как она не избежит разговоров вокруг себя после выхода альбома, она дает скептикам право называть ее как угодно и по сути ей просто наплевать. Давайте, кстати, вернемся к музыкальной структуре этой песни, к интерполяциям, а здесь она, кстати, не одна. Самая очевидная песня интерполяция, это, конечно же, Maps от Yeah Yeah Yes. Далее идет, конечно же, Soulja Boy с его Turn My Swag On и трек Энди Уильямса. Но последний я бы уже вписала в сэмплы, потому что продюсеры взяли целую мелодию из этого трека. Далее она встречает композицию Don't Hurt Yourself с Джеком Уайтом. Легендой, Джеком Уайтом я обожаю его. Это буквально похоже на какую-то отправную точку из современных поп-ритмов в роковые 70-е. И эта песня олицетворяет все то чувство гнева, которое испытывала Бейонса. Это буквально дисс на Джи-Зи. Касаемо интерполяции и сэмплирования, здесь у нас используется композиция Led Zeppelin. А также неожиданно трек Let It Be от The Beatles. В этом треке меня захватывает вокал Бейонса. Он здесь просто какой-то супер-пупер-гранж. А в начале ролика мы слышим отрывок речи Малкольма Икса, которую он произнес в 1962 году. Подвиги орят с темнокожими женщинами. Это тоже важная деталь. Здесь есть супер-живые, грязнющие барабаны и свирепая Бейонса, которая швыряет свое обручальное кольцо прямо в камеру. Как ты думаешь, кто я, черт возьми, такая? Ты женат не на той средней сучке, мальчик? Я думаю, что здесь даже пояснять не нужно, что имела в виду Бейонса. Бейонса создала вокруг себя вуаль такой супер-женщины, супер-бизнес-вумен, которую все хотят, на которую все равняются. И кажется, что круче нее просто нет никого. И в это же самое время Джей-Зи просто берет и идет к какой-то бейсик-сучке развлекаться, будучи женатым на королеве. Именно это заставляет усомниться в себе. И оставь свои деньги при себе, у меня есть свои. И это снова шеет в сторону Джей-Зи. Несмотря на то, что его состояние это где-то 2,5 миллиарда долларов, Бейонса все равно входит в список самых богатейших певиц. И у нее получилось застигнуть почти 1 миллиарда долларов. Далее следует композиция Sorry. Это один из моих любимых треков альбома. С каких-то очень ленивых треп-битов все перерастает в настоящий боб, который пестрит крылатыми фразами. Например, очень неловкая насмешка на Джей-Зи, где она говорит что-то вроде Suck My Balls, потому что она играет реально дисс на своего мужа. При этом она использует как бы отсылку на трек Джей-Зи. Также Бейонса просит всех дам поднять как можно выше средние пальцы вверх, чтобы объединиться в этой всеобъемлющей женской солидарности. В одной из сцен Бейонса появляется в образе Нефертити. Древнеегипетская царица имела огромную власть. Нефертити была одной из первых известных женщин-правительниц, которые не просто стояли за спиной мужчин, а правили самостоятельно. И Бейонса будто намеренно подчеркивает это сходство. Она заявляет о своем влиянии независимо от влияния своего мужа. Самое интересное в этом треке, это конечно же упоминание Бекки с хорошими волосами. Чтобы понять, что это такое, нам нужно вернуться в 2014 год на Мэтт Галла. Для тех, кто в танке, сплетнический портал Team Z запустил сенсационную запись из лифта, в котором находились Бейонса, ее сестра Соланж и Джей-Зи. В один из моментов она начинает кричать и кидаться на него с кулаками. При этом Бейонса стоит как вкопанная, даже не пытаясь защитить своего мужа. Суть их конфликта до сих пор точно не раскрыта, и папарацци по сей день пытаются узнать правду о Соланж, но та их просто игнорирует. Некоторые источники сообщили, что причиной драки была драма с девушкой Рэйчел, которая работала в компании Джея и имела с ним интимную связь. Бейонса об этом узнала и дружелюбно сказала девушке исчезнуть из их жизни. Соланж узнала об этом и начала защищать сестру. Также якобы со стороны Джей-Зи последовали оскорбления в их адрес прямо в лифте, поэтому Бейонса отступила и позволила сестре его отдубасить как следует. Кстати, в ремиксе на композицию Флауэс Бейонса очень интересно обыгрывает эту самую ситуацию из лифта. Также были слухи, что сестре Бейонса не понравилось, что Джей-Зи собирался на вечеринку Рианны в одиночку. Разговоры о его связи с Рианной были чуть ли не с самого начала ее карьеры. Джей-Зи был ее наставником все годы, якобы из Рианны и их романа Бейонса расходилась с ним в 2005 году. Тем временем фанаты Бейонса начали вести охоту за Бекки с хорошими волосами, которая посмела задеть королеву. За считанные часы они нашли Рэйчел Рой, которая поделилась записью о том, что хорошим волосам плевать, но мы всегда будем выбирать хорошее освещение для селфи. Под хэштегом NoDramaQueens. Это стало настоящей красной тряпкой для фанатов, и они продолжили заполнять ее комментарии злобными эмодзи лимонов, напоминая о альбоме, который Бейонса все-таки выпустила в свет. Но среди тех, кто буквально сочувствовал Бейонсе, находились те, кто нашел в ее фразе о Бекке с хорошими волосами расизм. Потому что в культуре темнокожих имя Бекке является ничем иным, как олицетворение такой стереотипной белой девушки. И это имеет такой пренебрежительный окрас. Об этой фразе также высказывалась Иги Азалия в одном из своих супер охренительных твитов о том, что ее очень сильно оскорбило то, что Бейонсе, такая известная певица, позволяет себе говорить такие слова в своих треках. Далее перед нами появляется композиция с Уикендом. А это значит, что нас ждет стриптизный трек. Да, потому что Уикенд в то время славился подобного рода треками. Он был королем стриптизных треков. Мне, конечно, очень хочется поругать этот трек конкретно за какое-то безумное количество авторов, которые числятся там. То есть, чтобы вы понимали, этот трек писало 11 человек. Да, этот трек писало 11 человек. Учитывая то, что в основу трека вошла демо-запись Уикенда и кусочек из Айзека Хейса. Но я, если честно, вообще понять не могу, что там делало такое огромное количество людей. Это именно автор, мы сейчас не говорим о продюсерах. Визуальные отсылки в этой части не менее интересны. По сюжету Бьонса будто бы уходит в темный мир, мир запретов и сексуальных желаний. Как я и говорила в начале, Уикенд не зря был выбран на эту композицию. О так называемых корнях альбома она и ее команда также не забывают. Отсылаясь, например, на известный мемориал под названием Дом рабов, который был построен в 1776 году. Это место является напоминанием о зверствах, которые совершали над темнокожим населением. В ее фильме эта дверь постепенно самовоспламеняется. Я вижу здесь высказывание Бьонса о том, что расизм, который затрагивает ее народ по сей день, должен исчезнуть. Она поджигает прошлое, чтобы открыть дверь в будущее. Но в итоге трек сводится к тому, что каблуки – это символ феминизма и власти. А деньги, ну куда же без них, дороже жизни. Тем не менее, ради шепота Бьонса в конце можно закрыть глаза на несколько basic наполнения трека. Иногда Бьонса умеет удивлять, как это произошло с ее треком Dairy Lessons. Бьонса играет на живой джаз-кантри атмосфере в стиле нового Орлеана. Это большой прыжок в сторону совершенно другого звука, к родным корням. Это обращение к ее отцу. Отношения Бьонса и ее отца крайне нестабильны, потому как, когда ее родители развелись, Бьонса уволила своего отца с должности менеджера. Сам Мэтью настаивал на том, что это просто бизнес-решение, не связанное с разводом. Однако инсайдеры сообщают, что Бьонса сделала это, когда узнала, что у него был тайный роман и ребенок, когда он был в браке с ее матерью, и она встала на ее сторону. Всю песню Бьонса муссирует тему отцов и детей, и то, как ее муж похож на отца. Ей же хочется разорвать этот порочный круг. Далее идет большая интерлюдия с Майком Дином. Она является одной из моих самых любимых песен альбома. Она точно входит в топ-3, потому что она просто безупречно сделана. Это великолепный инструментал. Также этот трек можно считать важным поворотным моментом на этом альбоме. Не только с помощью слов, но и с помощью музыкального повествования. Мы видим, как раны постепенно начинают заживать. Но возможно ли простить такое? Перед нами появляется композиция «Sung Castles». Самая традиционная и самая мощная баллада в этом альбоме. Скорее всего, старые поклонники Бьонса в этот момент включились и подумали, наконец-то она поет. Наконец-то мы слышим что-то, что похоже на Бьонса. Потому что до этого момента здесь была такая not traditional Бьонса. Она читала рэп, она что-то странное делала со своим голосом. Вот что угодно, только не она старая. Эта песня все меняет. Еще это такая крутая композиция в плане надрыва, потому что где-то с середины трека ты уже начинаешь задумываться над тем, что все то, что происходило между Бьонсой и Джей-Зи, может быть не инфоповодом. Бьонса буквально вырывает свое сердце наружу. Она поет о смирении, о замках, которые внезапно смыло водой. Именно это контрастирует с ранним видео на Don't Hurt Yourself, где Бьонса швыряет обручальное кольцо. А здесь же она целует руку мужа, где также есть это обручальное кольцо. Все это символизирует принятие и прощение. А вы простили бы Джей-Зи? Напишите в комментариях. Следующая композиция записана совместно с Джеймсом Блейком, потому что он должен был записать материал на основе ее текстов. Однако он выдал что-то совершенно иное, и неожиданно это очень понравилось Бьонсе. Она решила оставить эту композицию. Она очень интересно сделана в каком-то таком стиле распевок. Мы слышим какие-то глючные моменты в конце, чтобы, конечно же, перейти к следующей композиции. Перед нами появляется супер ритмичная гимновая композиция, записанная с Кендриком Ламаром под названием Freedom. По настроению она похожа на какую-то Soul Out композицию, которая очень громкая, очень протестная. Она круто вписывается в эстетику Black Lives Matter, которая в то время просто гремела. Бьонсе задает в этой композиции конкретный вопрос, когда темнокожие женщины будут свободными. В основном движение Black Lives Matter охватывало, в принципе, всю социальную группу. Она говорила о проблемах темнокожих. Бьонсе делает такое небольшое разделение. И она говорит именно про женщин. И в контексте альбома это, безусловно, важно. Также я не могу не отметить превосходное производство трека а-ля Роковые 60-е с треком от Kaleidoscope под названием Let Me Try в качестве сэмпла. Также мы слышим в конце бабушку Джей-Зи, которая говорит о взлетах, падениях и, конечно же, о лимонах, из которых можно сделать лимонад. Далее идет композиция All Night. Так как Бьонсе уже приняла всю эту ситуацию, она идет навстречу к восстановлению доверия между ней и Джей-Зи. Именно об этом эта песня. Он легкий, солнечный, и в нем Бьонсе хочет обменять его сломанные крылья на свои и любить его до утра. Кстати, это весьма элегантный способ отсылки на свою же композицию Drunken Love. Однако, если там Бьонсе более легкомысленно, в этой песне есть какой-то акцент на более глубоких отношениях. По сути, этот трек уже можно назвать финалом альбома, потому как перед нами мелькают архивные кадры ее свадьбы, беременности и в целом счастливых моментов с ее семьей. Но это, конечно же, не конец. Неожиданно нас встречает композиция Formation. И это не то чтобы странное расположение в трек-листе. Меня удивляет, в принципе, его нахождение в альбоме, потому что эта песня никак не связана с эстетикой Lemonade. Вот все то, что вы слышали, это не похоже на Formation. Этот трек мог быть где угодно, в любом альбоме Бьонсе, но не в Lemonade. Да, это крутой хит, да, это боб, но это просто пренебрежение структурой альбома. Она такая же неуместная, как ее трек Run the World с альбома 2011 года. Однако я все прекрасно понимаю. Хит есть хит, и чарты нужно покорять. Но некоторые слова трека звучат как кринж. Например, что ей нравится ее цитата «Негритянский нос, ноздрями Джексон Файв», или что она любит «Кукурузный хлеб». Это также отсылка на ее происхождение. Или странные строчки про то, что она повезет Джей Зи в Red Lobster, если он ее хорошенько оттрахает. Потому что она здесь власть, и она может сводить своего Майсика куда угодно. Это тоже, кстати, культовое место в Америке. И после этого трека и упоминания Red Lobster, их акции взлетели моментально, люди начали туда приходить. Короче, Бьонса создала лишний инфоповод этому заведению. Есть еще очень странное сравнение Джей Зи с черным Биллом Гейтсом. Это, конечно же, было просто супер-мемом, но, как по мне, это тоже довольно странно. Давайте перейдем к итогу. «Лимонейд» находится будто бы вне рамок альбомов Бьонса. Это фильм, это меланхоличный и дерзкий R&B рок-кантри-соул. Это драма, комедия, романтика и даже хоррор. Все образы фильма варьируются от привычных интимных фортепианных баллад в домашней одежде до абсолютно фантастических треков, где Бьонса выходит в свет в образе богини Ашун или рвет и мечет все в амплуа обманутой жены в коллаборации с одним из самых заметных рокеров 21 века. «Лимонейд» также показывает разнообразие вокала Бьонса. Она не останавливается на одном стиле, потому что она умеет петь многооктавные баллады, а еще читать суровый рэп, который может показаться старым фанатом чем-то недостойным ее уровня. Но она делает это для того, чтобы передать свои настоящие эмоции. Также «Лимонейд» – это дань уважения родному Техасу и культуре нового Орлеана. И несмотря на то, что вам может показаться, что этот альбом держится на драме между дней и ее мужем Джеймзи, в основе альбома, в основе его темы лежит опыт темнокожей женщины. Это самая важная часть альбома. Это буквально альбом, сделанный темнокожей женщиной для темнокожей женщины. Я даже видела очень интересный тейк на эту тему. Давайте я вам процитирую. Белые люди могут находить знакомыми многие вещи в «Лимонейд» и брать эти части для себя. Однако они – белые люди, то есть мы с вами – должны признавать, что они не являются аудиторией альбома. В продолжении этого еще цитирую. Это то же самое, как темнокожие женщины себя ощущают, слушая большинство современных поп-песен. То есть комментатор намекает на то, что вся поп-индустрия держится на белых людях. И, конечно же, это факт. Это даже не обсуждается, потому что это напрямую касается Бьонсе, когда она проиграла в номинации альбома «Года» Адель, написав просто превосходный альбом, и даже сама Адель это признала. И Бьонсе все еще не получила свою заветную статуэтку именно за альбом «Года». Она о ней мечтает, и все никак и никак. То есть там даже есть такие теории заговора о том, что вот, ну, Академия просто издевается таким образом на Бьонсе, потому что она отдала уже там ей вообще по всем номинациям статуэтки, кроме этой. Вот, об этом даже Джей-Зи упомянул вот-вот недавно на премии «Грэмми». Но к Сэму Тейка, человека о том, что «Лимонейд» — это исключительно альбом для темнокожих, и его записывали не для белых, конечно же, это полнейший бред, причем я считаю, что это обратный расизм. Стрелочка повернулась в данном комментарии, и я не думаю, что Бьонсе закладывала какой-то вот такой радикальный момент при формировании альбома, потому что белые тоже ее слушают, и тоже являются ее фанатами, и они не должны оправдываться за свой цвет кожи. Мы все-таки с вами живем в современном мире, где музыка должна объединять сердца людей, а не разрушать их и сеять раздор. Поэтому также, возвращаясь к звучанию альбома «Лимонейд», пару слов тоже скажу, о том, что мне кажется, что «Лимонейд» — это самый экспериментальный альбом Бьонса на сегодняшний день, и тем не менее это самый аккуратный альбом Бьонса, потому что она все равно вошла на территорию мейнстрима, то есть его как бы очень хорошо приняли критики, но с осторожностью приняли фанаты. Это заметно по оценкам, это заметно по некоторым ревьюм, которые вообще сейчас есть. И сейчас как-то больше лояльности есть к этому альбому, хотя при его выходе все просто обалдели с того, что она выпустила. Мне кажется, его реально начинают разбирать только-только сейчас. При выходе этого альбома я сразу поняла, что это будет что-то новое для Бьонса, потому что это обложка, это шрифт, это вот такая прическа ее фирменная, закрытое лицо. Это, конечно же, что-то таинственное, что-то более глубокое и имеющее интересную историю, потому что, конечно же, не хочу сказать, что у Бьонса не было каких-то там историй в ее треках, все-таки у нее не было чего-то концептуального. Вот это то, что есть в Лимонейд. И конкретно это мне очень нравится. Конечно же, я оставляю оценку для этого альбома, мои фавориты альбома. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии насчет этого релиза, как он вам, что нравится, что не нравится, будет интересно почитать. А мы с вами встретимся в следующем ролике.